Друзья, всем привет из Минеральных Вод и у меня очень хорошие для вас новости, потому что сзади меня находится дилерский центр Top Car Premier и по сути дела мы являемся свидетелями рождения нового центра тюнинга на Кавказе. И сегодня будет церемония открытия, также мы сделаем статичный обзор вот этих монстров, а также других супер заряженных тачек от компании Top Car. И плюс к этому всему у нас в следующем видео будет тест-драйв их Porsche 911, тоже в мега крутом тюнинге. Для начала пару слов хотелось бы сказать вам про компанию Top Car. Создателем компании является мой друг Олег Егоров и Top Car в этом году уже исполняется целых 10 лет. Они в основном занимаются экстерьерными доработками автомобилей Porsche и Mercedes, интерьерными в том числе, но их основа это экстерьеры. Сейчас, например, выходит выше уже анонсирован их объезд на новую Porsche Panamera, а мы вот сегодня посмотрим на то, что они делают с автомобилями GLE Coupé и GLE. Вообще, когда речь заходит про нашу компанию Top Car, то меня реально пробирает гордость за этих ребят, которые представляют Россию на международной тюнинг-арене. Например, недавно они уже в который раз выставлялись на Женевском автосалоне и показывали, на что способны российские тюнинг-умы. А выставиться на Женевском автосалоне не так просто. Это не только заплатить денег, там нужно проходить всякие сертификации, ISO и так далее. Это единственная российская компания, которая там выставлялась. И в целом по всему миру продаются их тюнинг-комплекты на Porsche и на Mercedes. И разного уровня мировые звезды выбирают эту продукцию. Например, вот недавно мне Олег рассказывал, показывал, как Крис Браун, американская звезда, там сделал свой 911 в Top Car, да? Вот, так что эти парни реально крутые. Ну а прямо сейчас в дилерском центре Top Car Premier полным ходом идет подготовка к вечернему мероприятию. Здесь вечером будет прям грандиозное открытие. Вот, естественно, сейчас нужно будет отдавать уже эти две машины для того, чтобы их красиво ставили внутрь. Поэтому предлагаю сейчас пробежаться по экстерьеру и интерьеру, сделать легкий такой статичный обзор. Отдаем машинке, а потом берем другие тоже два очень крутых GLE 63 и GLE 63 Coupé. Ох, ребята, сегодня, когда мы сейчас выгоняли автомобили сюда, мы все дружно испытывали мощнейшее эстетическое удовольствие, если не сказать оргазм, потому что, блин, GLE 63 в тюнинге Top Car. Он настолько круто смотрится реально вживую, он просто потрясает любой нормальный автомобильный мозг. Давайте более конкретно остановимся вот на этом матовом красавце. Итак, ну, для начала хотелось бы сказать, что в стоке TGLE 63 прекрасно смотрится, круто, дерзко, современно, трендово и так далее, да? А здесь у нас очень мощная карбонизация произошла, а также у нас по кругу идет расширенный обвес, то есть изначально на GLE 63 арки гораздо скоромнее. Здесь они накаченные такие, да, то есть у нас прям перед нами такой лютый боец. Вот, давайте пробежимся более конкретно. Касательно тапочек, у нас здесь ADV1 и в целом компания Top Car, она, как правило, останавливается на производителе этих кованых дисков. И я думаю, вы со мной согласитесь, что смотрятся они абсолютно круто на этом автомобиле. Итак, спереди у нас по размерности очень взрослый размер 295 на 30, 22. Ну, а сзади у нас еще более взрослый размер, это 335 на 25, тоже 22 тапочки. Посмотрите, какой конкейв, просто фантастические диски, они здесь, ну, идеальные, идеальные. Ну, давайте сейчас бегом пробежимся по передней части автомобиля. У нас здесь тоже очень много отличий от стандартного GLE 63, разумеется. Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на изобилие карбоновых элементов, а также хотелось бы заострить внимание на качестве этих карбоновых элементов. То есть, при ближайшем рассмотрении просто все плетения карбоновых волокон идеальны. Соответственно, у нас здесь альтернативный, более дерзкий бампер. Ушла трехлучевая звезда Mercedes и приземлилась акула, которая является логотипом компании Top Car. В общем, очень-очень-очень солидный вид. Пойдемте к боку. Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на вот эту карбоновую вставочку, да, такой карбоновый воздухозаборник. Далее, здесь также карбоновая у нас накладка на зеркала. И здесь, посмотрите, вот тоже видно мощный элемент расширения, который плавно переходит в дверь. И продолжается уже дальше в виде вот такого аккуратного молдинга, который опять-таки переходит уже в расширение на переднем крыле. В задней части автомобиля, прежде всего, в глаза бросается вот этот жирный карбоновый элемент, карбоновый спойлерочек. Ну и в целом, посмотрите на задний бампер. Очень мощные диффузорные карбоновые элементы. Ну, просто фантастика. Ну и по интерьеру, посмотрите, тоже абсолютно полный у нас перешив. Пошито все, что только можно. Карбон повсюду. Все очень дорого, богато, качественно. И руль тоже у нас карбонизация. Кстати говоря, руль, если говорить про карбонизацию, это самый сложный элемент. То есть, если вы хотите проверить карбонщика, на что он способен, поставьте ему задание карбонизировать рулю. Все сразу станет понятно. Ну, а для задних пассажиров здесь открывается прекрасный вид. Прежде всего, на вот эти жирнейшие карбоновые элементы передних сидений. Посмотрите, елки-палки. Вы просите, пожалуйста, что так много восторга и так много употреблений слова карбон. Что я могу сделать, если здесь реально все настолько карбоново? Очуметь. И давайте еще быстренько пробежимся по этому красавчику GUE 63 купе. И затем уже возьмемся за другие автомобили. А эти начнут вставать внутрь, готовятся к мероприятию. В общем, в целом у нас по экстерьеру здесь то же самое, что и на GUE 63. Естественно, отличие только в задней части автомобиля, в попе, так скажем. Ну и здесь за счет белого цвета автомобиля очень хорошо видны вот эти карбоновые элементы. То есть они прям бросаются в глаза. И большой вопрос, что смотрится круче, друзья. Пишите в комментариях, какой вам больше автомобиль понравился. Вот этот GUE 63 на сером матовом цвете. Или же вот такой контрастный вариант GUE 63 купе. Белый плюс карбоновые элементы. Как и говорил, основные отличия у нас здесь сзади. Так как другая форма у данного автомобиля, у этой модели. Здесь у нас мощная карбоновая монопровь идет. Также накладочка жирная в виде карбонового спойлера. Ну а задний бампер выглядит так же, как и на GUE 63. Но опять-таки, как же круто здесь выглядит вот этот контраст. Белый цвет и карбоновые элементы. Они прям по-другому здесь заиграли по сравнению с сером матовым GUE 63. Этот GUE 63 купе по части интерьерных доработок попроще. Но все равно есть на что обратить внимание. Прежде всего, хотел бы отметить, что я до этого не встречал автомобили, в которых используется белый цвет в интерьерной отделке. Здесь, посмотрите, у нас белая вставка в руле. Здесь, 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 в других элементах. И это круто смотрится. То есть, такой классический black and white стайл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну как вы могли догадаться по сочности звучания этих двух красавцев здесь также продвинутая выхлопная система то есть когда в компании топкар прокачивать тот или иной porsche и mercedes то как правило устанавливается еще продвинутый выхлоп и тачка начинает звучать так как она должна звучать ну что внутри уже нам навели полную красоту все готово к официальной церемонии открытия этого дилерского центра топкар премьер из интересного здесь внутри можно полюбоваться на porsche 911 в тюнге топкар называется стингер стингер gtr и также здесь еще очень прикольный стоит веопишный вольцваген мультивен и на улице еще парочка заряженных гауен но сейчас мы очутились в чудном мультивене просто по по максимуму переделанным давайте посмотрим какие опции здесь есть например можно разложить передние сиденья коп процесс пошел и вот сюда может присесть сударь на какие-то короткие переговоры либо сюда можно например закинуть ножки прям вообще разложиться и очень хорошо себя почувствовать так убираем их как все здорово работает затем следующая кнопочка здесь она у нас регулирует внутреннее освещение вон насыщенность следующая кнопочка очень крутая и нажимаем у нас выезжает кофе-машина так вот поп и все и пьем кофе попили кофе убираем кофе машину так кофе-машину ходи и теперь логичное продолжение по нажати кнопочки у нас открывается мини барчик ну вообще эстетика по моему ну и очень много диапазонные сиденья можно например взять и вот так вот смотрите усилить комфорт пассажира так а можно вообще вот так вот разложиться и лечь поспать ну а сейчас у нас будет небольшое интервью с олегом егоровым создателем компании топ кар будем получать от него разную умную информацию приступим олег прежде всего поздравляю от души с открытием такого мощного центра в правильной локации нашей страны скажи пожалуйста если говорить про ближайшее будущее компании что нас ждет я видел что вы готовите уже панамеры да когда мы их увидим уже в свете панамеры мы увидим уже в конце мая это первые будет две машины которые мы покажем в москве следующем проект который мы начнем это глк осенью можем покажем другой проект джиуси купе то есть мы ждем 63 чтобы на основе 63 делать как бы это будет бомбически стопа вообще у тебя на будущее есть мысли по расширению по брендам или дальше только mercedes и porsche и почему ты выбрал именно mercedes и porsche ты твой коллектив это не я выбрал выбрали клиенты то есть у меня изначально изначально у меня востребованность больше по porsche а у porsche было очень много mercedes они нас попросили поработать с mercedes и так все это закрутилось а в будущем планируешь идти по другим брендам или пока работа на этом невозможно все уметь работать лучше лучше быть высокими специалистами в узкоспециализированном сегменте чем прям хвататься за все подряд то есть мы в принципе доросли до определенного уровня мы не распыляемся на какие-то там проекта которая может быть перспективе будут как бы приносить денег но для имиджа компании это будет как бы не очень хорошо как всякие дают там но lexus и infinity все остальное у нас были предложения но мы это не делаем потому что ну как бы считаем что это не наш рынок и не наш клиент олег вот хотелось бы со зрителями так скажем вот узнать у тебя как как ты вел экспансию на мир своего продукта да то есть продукты топкара не известны пользуясь спросом по всему миру да вот ты можешь вспомнить как происходил вот этот выход по каким каналам это были выставки международные какое-то активное взаимодействие с международными сми или все сразу в 2006 году мы впервые то есть компания была создана в 2004 году в 2006 году мы впервые поехали на и сам мотор шоу в германии это была 40-летняя выставка там впервые был поднят флаг россии на международной арене мы решили показать очень сложный продукт это позже каен адвантаж white body и мы на тот момент его сделали самым дорогим то есть подошли очень серьезных мелочам к объемом работы и тот объем который мы делали на тот момент в мире никто не делал людям это понравилось люди это запомнили то что мы русские русские там тюнат porsche очень многие как бы журналисты немцы вообще мире там прописали как русские могут там что-то делать раз шаблона да это может быть лайки да и из этого естественно всем было интересно к нам приходили владелец макларена на стенда мы очень много приходили все знакомились там когда-то участвовали международной выставке там нет такого как вот в россии там все конкуренты там к чё чё делаешь там там шушу кольца да за спиной там тебя там говорят в европе его в мире все друг другом общается все друг другом делится всем интересно никто не там друг за друга там за спиной там ничего не говорит то есть ну в обычном уровне общаемся круто олег давай завершим наше небольшое интервью может быть каким-то напутствием всем тем ребятам которые пробуют врываться в тюнинг сферу по части обвесов по экстерьерам как как правильно двигаться что-то такое общее в этой теме важно как и все я думаю в этом бизнесе все начинали с каких-то там копий или попыток повторить то что есть на западе надо искать свое лицо то есть если человек вот чувствует что вот он делает что-то свое и он даже если людям говорит то что вот это вот мой дизайн это мое ему говорят что вот это все говно не надо этим заниматься иди там лучше скопируй какой-нибудь люму или там и гимбалу то лучше все равно следовать как бы своему сердцу и делать то что вот он считает что это вот так может это его его продукт как бы все будет нормально бмв или mercedes прикольно получилось спасибо ну что друзья давайте подводить итоги сегодня вы стали свидетелями открытия первого дилерского центра топкар в россии и здорово что этот центр открывается именно на юге нашей страны по сути дела здесь в этом регионе теперь появляется реально очень мощный тюнинг-центр с очень широким спектром работ будем следить за тем что здесь будет происходить какие бомбические проекты будут выходить из стен этого центра думаю нас ждет красивая история на этом завершаем большое спасибо что смотрели это видео по традиции прошу вас поставить лайк если вам понравилось и до новых встреч до новых встреч